Она была самая последняя, мне кажется, Людка. Мне кажется, она была эта... И эта... Они бухали непросветно. Нам вообще слово проснуться и быть трезвым там не звучало в этой семье. Еще бабушка была. У них что, короткая опять? Да. И бабка была. Знаешь, уже имя нее не помню, бабку не хочу брать. Вообще не помню, как ее звали. Я все-то вспоминала до этого, даже вспомнить не могу. Бабушка не пила. Она вот этих четырех внуков потихоньку сама и кормила. Они бабку и не сбивали, и что-то по ней делали тоже. Это Танька и Сашка. Потом этого корейца посадили. Эта Танька завела, какого-то там, и бомбинка. Он ее дарил. Да, мамашку их зарезал, как любовник. Бабка умерла, короче. И она завела в любовника. А вот этого муженька ее, Сашку, посадили в тюрьму до этого. Потом она вот любовника, который у нас. Вот любовник ее урезал. Детей в детский дом. Сашка там, наверное, уже в детский дом не пошел. Он уже взрослее был. А эти-то трое ушли в детский дом. Ну и вот годы спустя иду по улице. Людку встречаю. А лицо не изменилось, как помню отражение-то с детства. Я ей говорю, Людка, что ли, идет с кудом? Уже, наверное, четверо или пятеро детей у нее, в общем. Хорошо живет, не бухает, не пьет. Муж хороший. Встретила Артура потом он. А он говорит, а я там же живу, в этой квартире, в мгновение на 100. Я говорю, да ты что, говорю, а? Не пьет, пацан. Не курит, работает. В квартире лимон сделал. Славка, не знаю, где ты знаешь, что я хочу спросить ему. И вот три раза два видела этого Артура, я забываю. А Сашка, вот таких-то казахов у людей, у хороших, живет у них дома, в частном доме. Помогает, особный хозяйство, который был. Они ему маленький домик отстроили, я спросила за него. И вот у них там прям живет, у них большой дом, а у него поменьше домик. Они ему построили. Свою семью завел, и прям с ними, они как родственники его приняли. И ему дом построили, он с ними же. Просто у него одноэтажный Артур сказал, а у них двухэтажный. Помогает им все это. Они их содержат полностью, его семью все. Он не рад там, он куда хочешь, что хочешь, деньги, что хочешь, сколько хочешь, одежду какую хочешь. То есть дети не пошли по стакану родители. И равняться на этот. И Людку парень взял и назовут, и где-то работает казах парень. Она говорит, ой, ой, мне так повезло с ним. Я говорю, слава богу, говорю, что вот мы пошли по родителям. Причем здесь родители, блядь. Если на них равняться, ты меня извини. Не, ну при чем здесь родители? Она сама по себе девочка хорошая, че, красивая. А смотреть на маму, папу там, зачем? У меня какие-то вот много. Она уж своя личность сама. Зачем это надо? Если мы будем равняться, блядь, под других людей, смотреть какой там у него, туда никогда и не женишься. А нахуя тогда жениться? Что мы там прочитаем? Ну, теперь там все прочитать идет. Так что тут, как так сказать, нельзя судить по родителям. Родители это одно. Не всегда, как говорят, гены. Зачем здесь гены, блядь? Я вообще слово гены, блядь, ну возьму свою семейку. У меня родители, отец, владелец, столбила с сервисом здесь был, в Балкаше. Ой, на южном берегу, Скотт, вот поделись. Синий Скотт, семейный номер. В 98-й год, когда им нечего было кушать, зарплату не давали людям в Балкаше. Мы за границей ездили. Я была в Голландии, в Германии в 98-м году. В 90-м году мы ездили с отцом в Японию. В 92-м. Да, я не скажу, что я сейчас живу в Куёво как-то. Я тоже так же живу. Мои дети так будут жить, все так будут жить. Это зависит от нас. А возьми свою давай сестру. Мы на сердце, когда нам отец умер, мы продали эту фирму. Ну, мы говорим, что кто будет этим заниматься? Это мужчина должен быть в силе. Харь, сын. А у отца все дочки. Какой это там, кто будет этим заниматься? Машинами. Мы продали ее. Деньги разделили напополам. Не мере матери и сестре. И потом, ну как, получилась еще старшая сестра есть. Но она отцу не родная была. Но он ее с трех лет воспитывал. Ну, чтобы не обижаться, как все-таки с трех лет воспитывал, мы каждый со своей долей выделили по 20%. Ну, так, чтобы, знаешь, это без одних. Сестра все-таки, и это... Отец все-таки воспитывал, дал, и свадьбу взял, ну, все как свои. И маму первым не шумер это. И все, и в общем это... Ну, вот, возьмем вторую сестру. Ну, от одного отца, от одной матери с ней. Ленивая, как пёс, глядь, не поверишь. Родаки всю жизнь пахали. Я тебе говорю, они вообще пахали, бля, день, ночь, 48. Отец сейчас ночью придет, в пять уже уходит. Мне надо, набила сервис, надо. У меня там машина, у меня там то. Потом в Ортогерисим едет. На южный берег едет. Там этот скот. Они потом одессе держали, да, все, шесть огородов. Бабок было, бля, куры не клюют. Ну, не знаю, если у меня в 98-м году, короче, первый телефон появился, стоил 150 тысяч. Сонни, Эриксон, Т-10, снизу фотоаппарат круглый подключался. Снизу был фотоаппарат. Он прям круглый, он подключался снизу. Цветной сенсор. Первая сотка в Казахстане. 150 тысяч тенге. 90-го сентября. Мне было 15, мы зашли в там торговлю, и там стоял этот телефон. Все, ты знаешь, у меня истерика была. Я ему сказала, мы отсюда мы не уйдем. А он мне говорит, я не буду брать. Я говорю, хорошо, я с тобой больше не разговариваю. Я пошла домой. Да, я пошла домой. На следующий день он приходит с работы и говорит мне. Машину у него не сам была, он сипон не привнал. Какая-то машина там. И какая-то крутая художность. И на марке они не разбираются. И этот... Он говорит, надо машину помочь. А я ему говорю, ну кому надо, то пускай она и моет. Да мне не надо, говорит, твоя машина. Ну телефон это нету? Значит, нету машины. Я ему говорю, возьми ведро иди помой. Я ему говорю, а он мне говорит, ну хорошо, говорит. Сейчас, говорит, кто пойдет мыть, тому, говорит, подарок, говорит, на первом сиденье достанется. Я у меня уже дома дома, когда с ведро на улице стрях. Он говорит, ну как помоешь, говорит. Скажешь, я тебе открою. Я там сотка лежала. Сотка, да? Так, сотка, он пошел, взял. Моя задача была помыть машину. Тогда эти деньги почти не обслужили, да? Ну как сейчас прям? Блядь, ты че, ты... Первое, сотка, 15 лет мне было. Сенсорная, цветной экран. Еще снизу фотик. Блядь, ты что? Эти грызья. Вахту не было. Скажешь, я вахту, это ничего не сказал. А у людей зарплаты на заводе, беденка зарплаты не давала. Людям хлеб не было, чтобы было купить. Вот спросил отца, у тебя расскажешь, что в 98 году зарпочку не давали. Было такое тяжелое время, людям жрать было ничего, реально. А он с легкостью руки пошел, купил телефон. За 150 тысяч тогда в 98 году не можно было конкретно жить. То есть пошли, потом я в Германию собралась, я 9 классов закончила. Мне он подарок сделал, в Германию отправил. Пошли в дом торговли смотрю, это самый дорогой магазин тогда был в городе. Обувь себе самую такую, костюм, как сейчас, помню, под этим едут. Аж в Германию ехала одна. Одна, без родителей. Малый год. Почему просто 9 класс закончил, за то, что закончила 9 класс подарок? Да. А более, что это? Отдохнуть. А где там? Я жалкий, девять классов училась, а ты что? Трудилась же я. Вот, я тебе говорю, в 98 году людям кушать было нечего, зарплаты не давали. Здесь вообще, вообще, по Казахстану было тяжело. Такое время было, прям, пиздец. А у нас было все. То есть, это зависит, как сказать, и вот, а сестра вот родная, от одного отца, от одной матери. Не самая, скажем, вторая. Она у меня на 4 года старше. Вот, с одной семьи, вроде, да, не бухаешь. У нас даже в доме не кури, не курил. Это мы все три кури. Ну, старше, наверное, сейчас-то не кури дворей. Она у меня ровкостиль. А вторая, я не кури, мобей. Ну, сам же не делал, так что бросил. Ну, я только что бросила. Это, я тебе говорю, что, ну, ты ленивая, блядь, иди на работу. Сама иди. Я-то свои деньги положила на депозит, вот этот вот, который с отцовской фирмы. Они у меня в российском банке лежат. А эта пизда сразу же прогуляла их все. И мне, ты звонит, короче, дай денег. Я говорю, в смысле, говорю, дайте мне. Стольник надо, дала стольник. Потом на 150 попросила. Потом, вот это стольник. Я, короче, ну, начала постоянно сосать деньги. Я, она, в четвертый раз звонит и говорит, дай денег. Я говорю, слышишь, что, когда тебе в ночь, когда ей звонить. Аллах, аддар, больше не разговаривай. Вообще, ленивая, как все. Ты знаешь, чтобы пойти работать, хрен. Чтобы, блядь, в доме убраться, хрен. Блядь, вот что-то сделать, хрен, блядь. Вообще. Вот с одной семьей, семья, кудяк. Мамаша всю жизнь пахала. Мамаша вообще не сидела тоже ни дня. Начальником была, кем-то, хрен, 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 хрен. Все на этом, в семье. И с отцом всегда и на южный, куда скажет, туда и... Не вообще безоткарно. А вот сестра старшая. Кого? Куй, по-моему, называется. Вот как, ну, видишь, с одной семьи. Тут нельзя ступить людей, что? Ой, вот гены. Ну, так почему здесь гены, блядь? А что ты, блядь, тормозишь? А, когда лежи, блядь, 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 блядь. Блядь, блядь, блядь. Пугалась, блядь. Дорогая, блядь. И да, я думала, блядь, что с ней. Нет, что с ней, я думала, вылезла, а как-то труба и женский учился. Вот, блядь, аж хрестра. Вот, так что тут, блядь, как с одной семьей, вот как-то сидеть. Одни пахали, другие бухарбают, понимаешь? Вот тут тоже такое дело, блядь. Вообще не хочет работать, блядь. Как это обеспечивается? Родственники содержит, мамаша содержит. Как, блядь. Мамаша так. Она из Германии живет, она не полностью отоживает. Но по 100 дней дает свои деньги. Мне сейчас вот считаю, ей, наверное, 45 в этом году, или 44, в среде этого года она. Вообще, от слова вообще, с одной семьей я тебе говорю. Мне скажи, отдыхайте, я на них все смотрю, блядь, 1 января этого работа. А она, блядь, не хочет. Она говорит, сами работай. Мама же там магазин в Германии. А я же, видишь, отмерстывалась-то. Да, она же делала. Такое дело, блядь. И судить людей, что вот мама такая, папа такой, а ребенок, ты знаешь, блядь, как поверни, вот блядь. Угу. Не, вот так это. Из этого даже внимания не обращай на родственников, на братьев, блядь, на сестер. Каждый разный. Не бывает 10 пальцев одинаковых. Ну, одна, папа другой. Папа, ну, папа же есть от кого-то. Жена родилась, она же дня с воздуха, правильно? Где папа? Ну, вот, снятия есть. Не, ну, я вообще ни с кем не общаюсь. Я вообще ни с кем не общаюсь. Но, тем не менее, они же есть, да? Да. Такое дело, смотреть ни на кого не надо. С не 5 пальцев идти разными. даже 10 пальцев идти разными на этом такой ноготь на мизнице а здесь такой что на ногах блять смотришь даже ногти разные хотя и там мизинец и там мизинец правильно будет правильно вот что одна один ребенок спокойный другой блять и здесь нахуй тебе на шее так сядет блять вытаскивать себя последний источник не то что там а третий путь поймешь вообще не а так сидит что-то где-то отжимили и сразу же решился все длительное хорошее через 10 лет сейчас скажешь мы с тобой через 10 лет если живая буду поговорим ну-ка застанет били не били не зная мы через 10 лет встретимся можем если нет что там что там брат скажу рассказывает а ты для такой замученный скажешь блять не слышал вас нахуй мизинец ты не наоборот скажешь мне я так раньше это даже мизинец не слышал почему 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 не не а ты а серьезно да и и и как можно с одним человеком более 2 и и и посвящен а и 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 Она чуть-чуть выпивает, да? Да, да. Вот это проблема. Лечить надо. Нет, все кажется. Просто не в Казахстане. В Казахстане хорошая клиника есть. Я тебе не заебалю. Сука, иди! Сука, все стекло замазала. Там, нет, там клиника частная есть. Хорошо прям там. Ну, я клиент одни езжал. Мама сейчас сдала. Сейчас не дед. Главное, это прям не сидя. Ну, все равно. Так бабушки встали, а не ели. Редко. Ну, редко. Ну, лишь так недко не было. Все начинается с бутылочки. Да, сейчас одну. Да, я возьму. Парни, еще одну, можно? А я не могу, видишь, это... Я, например, если выпью... Ну, я нас... И потом, блядь, мне... Я дней десять... Да, вообще никакая. А с моей работой, блядь, тут никакой... Ты с детьми. Ты с детьми. У меня никак нельзя. Еще это... Сперегаю на работу, блядь. А он-то, гад, никуда не исчезнет, если ты вечером выпил. Ну, так стоять тут, блядь. Я просто один раз выпила. На... Еще, знаешь, блядь, выпила в преддверии Нового Года. Когда... Всем надо подстричься. Двадцать девятого числа. Ты, као, я решила погулять. Наш брат электрик в магазине бежит. Твои родные. Звонит мне, говорит, что делаешь? Ой, блядь, говорит, домой собираешь? Подстричь. Давай, мать, иди, иди. Приходи, я в магазин. Посидим. Поболтаем. Попивай секунду. Ой, блядь, три года назад, блядь, сорваться. Да, с этого не нужно сорваться. Ну, давай. Сейчас я домой заеду. Полотенце, стирку встал и приеду. Вахту указания дам, чтобы развешала. Ну, ты знаешь, вот по чуть-чуть, по чуть-чуть. Двина часов дня. Лучше, начало первого. Поехали в миры, он мне говорит. А я ему говорю, да похуй, поехали. Мы с ним поехали в миры. До хрена узнает, до скольки, знаешь, были. Ну, короче, потом в магазин опять вернулся. До закрытия мы были, вот. А, не знаю, сколько тут. Четыре часа, наверное, ночью будет. Потом в магазин с ним вернулись, вот. А он как выпьет, он этот гнать начнется. Так он делает, короче, все, я домой. Очень пока до дома-то доехала. Пятый час. Двадцать девятая. У вас есть три десятая. Нет, это уже с двадцать девятая. Двадцать девятая тридцатая, тридцать первая уирсия бизнес. У меня работа. У меня хуё. У меня, блядь, запись полная, представляешь? Ёб твоя мать, я вырву, блядь, стригу, вырву, стригу. Если у вас уже туалет в конце Арбата Блядь, весь день Я, блядь, ей отработала Вообще не помню, блядь, как я отработала Как я вообще, что там происходило, блядь Я ни одного не помню, блядь Фан стоял, блядь, в Арбате Я не знаю, блядь Ага, на следующий день, блядь Ты думаешь, мне хорошо? Мне тоже не очень Ну чуть-чуть получше, чуть-чуть буквально Чем вчера Прям буквально там, блядь, на полмиллиметра полуше 31-го крючка у меня стала больной Когда уже нахуй не надо, блядь Уже, блядь, что, блядь, там Уже не надо, блядь Три дня рвало, блядь, меня Три дня, блядь, тошнила, блядь Не жрать, не срать, блядь, не пить, не есть Нахуй надо Все, блядь, как отшептала, блядь Вашу бутылочку, блядь Приходи на бутылочку пива, блядь Ты что? Он мне звонит Я его заблокировала, шакалу Он мне, блядь, уже знаешь Месяц звонит каждый понедельник, блядь Он в понедельник делает, короче, выходной в себе Он мне, сука, каждый понедельник, блядь, название Я не снимаю трубку Он у меня в булоке Сегодня, сука, мне удочку надо было, блядь, у него спросить Хотела его заблокировать Потом вспомнила, блядь, завтра понедельник Думаю, нахуй, блядь, эту удочку Пойду куплю, блядь, нахуй, блядь Сейчас зашла в этот онлайн рыбный магазин Удочки ей продают, блядь Есть, блядь, удочка там и катушка 12 тысяч, нахуй, сказала Пойду куплю Дешевле выйдет, блядь Потому что он мне уже, блядь, сколько недель звонит Он мне его блокнула Потому что он звонит только за тем, чтобы посидеть Все, а это посидеть, это же без алкоголя никак не посидеть с ней Все, блядь Я его этот Я тебе клянусь, блядь, он у меня сейчас в черном списке, нахуй идет И на ватсапе и везде Нахуй надо, блядь Я только знаю сейчас Света И вот мне три дня вот это вот отходняк Чашка, да? Я не, я, я, я не воспринимаю алкоголь, понимаешь? Блядь, для меня это тяжко усолить Ммм 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 Никак А с ним просто, понимаешь, скоро бутылочку или две Это, блядь, это не мой брат Вот, начинает, блядь Ну, вот мне реально Вот, смотри, я раньше в Арбате работала Мне, у меня сгорела лампочка Ну, на зеркале здесь Мне надо идти с Арбата в электрик Чтоб купить лампочку Какие-то в больнице Здесь я в любом магазине Чтоб купила В ближайшем Ну, логично Нахуй мне, блядь, идти В электрик, блядь Тем более, у меня, например, рабочий день в девять Я уже там в восемь Сегодня пол восьмого начала работать Блядь, мне когда идти в твой электрик За твоей странной лампочкой Я вечером иду твой электрик уже закрыт, блядь Мне, вот, где по пути что было, то купила, блядь А вот это пиздовать, блядь, электрик, блядь Ну, написала бы пацанам Они бы тебе на такси отправили Оплатила, чеком и скинула Блядь, нахуя мне столько дел делать, блядь Еще и за такси платить За какую-то сраную лампочку А он, вот, как придет и начинает, блядь Блядь, 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 блядь И там, вот, и он, когда поддаст Он уже начинает потом Вот, ты все берешь в другой магазин Ты мне ни разу в уличку не сделаешь К примеру, я из-за сестра Все, блядь, у него там Полный свой, блядь Я из-за этого стараюсь вообще Никуда такие Сознаю, если вы, блядь Все, кончитана, романа Видишь, это как физиология У людей своя Кто-то может бухать Кто-то не может бухать И плюс, когда пью Много курю Табак и алкоголь Это вообще, по идее, не очень совместимые вещи И когда ты пьешь И куришь Вот, от этого потом болеешь И рвота Потому что за... Выпьешь три пива, для этого Куришь две пачки сигареты А потом человек у меня болеет После этого обычно И, по-другому И, по-другому, Тебе, у них И, по-другому, И, по-другому, Тем более, у Миши, у Лудничной Сразу пухает лицо, пиздец Лука 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 А не каждый человек может осознать, пока его подсознание не придет в норму. Она одна в семье? Или еще кто-то есть? Или что, или что, или что, или что, или что? Младше. Младше. А, наоборот, да? Дело в том, что не бросайте, поддерживайте, а так-то. Да. Человек сам, пока не захочет, по идее, бросит, только не бросит. С мамой, короче, у меня нет отношений с людьми? Нет, отношения. Нет, но я тебе говорю, что человек сам, пока она не захочет маму бросить пить, вообще отказаться от алкоголя и не ведут. Не так, как ты говоришь, не пьет, не пьет, а потом нет. Или норму какую-то, но человек должен себя контролировать. Нет, я могу выпить пойти, но, например, не к браку. Просто там нормы не будет, понимаешь? А так я, этот, могу, бутылку две пива, три. Край четыре, все. А так, чтобы к нему упадешь, там ящик. С ним надо ящик, он тебя не отпустит, пока ты этот ящик не выпустишь. Да, там не только пуды, там, бля, ты все потом исправлю, как у беременных. Дерка рядом. Ооо, все, я не пью, зачем я пила? Ну тут, ну, при двери нового года, в те двадцать девятый, тридцатый, тридцатый, я никогда не забуду. Не так стал моей сестренкой. Ну три дня уже. Ой, это было что-то с чем-то. Так хорошо у меня никогда не было. Да. Да. Бабка жених не выпивает, так он же тоже болеет. Он говорит, я тоже стараюсь не пить, я говорю, ну, а я вообще, и у меня видишь, такая работа с людьми, с общественностью, как придешь, такой фан от тебя, блять, от пива, там вообще пиздец фанчик. Будьте любезны, дыхните. Ой, девушка, не дышите, вы что, сегодня пьяная на работе? Нет, я знаю одну бабу, в УК работают, Оксанка. Я с ними не общалась, и так, когда в УК работала 4 месяца, Старая ушла, как бы, по-моему, Старая работала 4 года, потом ушла в УК, 4 месяца в УК работала, потом Алик в аренду взяла, были 4 месяца, пил всю аренду. Вот эта вот УК пока 4 месяца работала, там девка была, Оксанка. Она пила, Амстердам пила? Оно 8, что ли, там написано, или 6 процентов. Оно, короче, как водка. Ее другое, она говорит, я другое не пью. И потом она еще стала пить, там медведь нарисован. Большая банка такая, как там называется, еще не помню, да, основанная, вот эта Амстердам. А ту, которая еще там медведь нарисована, она тоже такой, как Амстердам. Просто большая банка, лица. Тоже крепкая. Выпьет вечером. Идет утром на работу. Утром же на работу надо, а выпить же на одну, на две, три, четыре кусочки. Говорит, я иду, что ты где? Иду, иду, сейчас я, говорит, в парке. Я говорю, что там делаешь? Давай взяла перед работой, говорит, пан, бутылочек выпила. Что такое, вчера перепила, плоховато. Одевает маску, работает. А, что это для работы? Ну, наверное, жвачку, духами-то, попшикается. Если не выпьет, работать не сможет. Ну, наверное, руки ходят. И сочетание, а то что? Ну, все, все равно это все так. Работает, представляешь, придет, потом любит. Я просто представить не могу. Да если я бутылку пила выпью, какая-то у нас стрижка, у меня уже после первой двух глотков, у меня уже в глазах обычно. Ты видишь, редко оживил. И сразу же эти, вот, у меня, а что так, ну, все. Прилив сразу. И глоток делаю, когда первый, он всегда обжигает. То есть я редко очень из-за этого организма не привыкшу к таким условиям брать. Ну, я говорю, я предпочитаю вообще не это. Не пить. И когда я выпью, я становлюсь чрезчур очень доброй. Все, что нет. Блядь, я тебе, я, вот сколько есть у меня денег, например? Вот тебе вся там. Вот будет у меня на каске 500. А не сразу же в этот вечер уйдет. Уху, там уже не будет. Я куплю и тебе, и твоим родственникам все, что хочешь. Это же ты видишь, откроешься. В этот момент. Я в этот момент, пиздец. Из-за этого я это, не пью, когда у меня еще не пью. Мне сразу надо пойти в магазин. Мне надо кому-то что-то купить сделать. А, сытка? Вода как будто загрушала. Я так на кондиционер. Думаю, что зря это. Ну, я просто... А, это будильник такой? Нет, это злова. Будильник еще ходит. Боюсь, представьте. Вот, блядь. Так что, видишь, как это... А на маму не смотри. Да, не смотри. Да, не смотри. Родители-то одно. Дети не должны отвечать за ошибки родителей. А родители не должны отвечать за ошибки детей. Да, каждый индивидуальный. Ну, и опасен не получит. Родители все нормальные. А мамашка и папашка двумя алкашами. Таких сейчас, кстати, было больше. Не, родители еще бьют из-за чего. У них сейчас жизнь такая тяжелая, блядь. Может, что-то с ситуацией не справляется. Поговорить не с кем. Ну, и морально люди этот, не подерживают, бывает. А, молодец. Вообще, не с кем не общаться. Ну, я тоже не с кем не общаюсь. Я вообще не с кем не общаюсь. Вот здесь попиздила с вами все. Потом мой дух, это мой компьютер на букву. Я думаю, что не с кем не с кем обещаться. Собака, что ли? Да. Обновляю все. Да, и бабка, ну и бабка вообще не общаюсь. Чем не с ней общаться. Илюша, она, блядь, вечно телевизор смотрит. Почему? А восстанавливает она. Учится. Она же чек не закончила, она же в аккорде работала. Она же юрисконсул в аккорде. В правительстве работает. Чего? Да, 15 тысяч зарплаты. Это квартира, машина. Она, это, как тебе сказать, с мозгами. Видишь, образование за границей все-таки дает о себе знать. И плюс окончание, это раз-то что? А вот. А вот шестнадцатый вот он. А я ей вообще не звоню, это что? Я не любитель разговаривания с по телефону. Клиентам мне никто не звонит же. Я же не снимаю. Да ты хоть зазвонись, блядь, пень. Чисто приступай. Вот, сам я вообще звонки не принимаю. Все, хуй, слушай. Здравствуйте. Эм, это... Эм, на какое это... Записаться, это... Свободное время можно, да есть. Блядь, пока выслушаешь вот эту хуйню. Там уже не спать охота, там уже выматериться охота будет. Сегодня парень. Вчера, блядь, пришел... Короче, я на днях подстригу его по сыну. Вчера он пришел, он могал меня взять его подстричь. Я ему говорю, ну у меня нет места, пишитесь на завтра. Он мне говорит, я утром уезжаю в Рову. Я ему говорю, хорошо? Во сколько вы уезжаете? Более, ну, день и начало девятого. Хорошо? Я пришла пол восьмого. Восемь отступила. Его нету. Пол девятого уже взяла. Ну, она умер, записала вчера. Приходит в 25 минут девятый. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. В смысле, говорит, до свидания. Я же записался. Я ему говорю, я вас во сколько записала? Восемь. Восемь. Сейчас время сколько? Ну, вы меня возьмите по-быстренькому. Я говорю, ты что, идиот? А он говорит, смысл? Ну, я говорю, в прямом. У меня пол девятого записи. Все. Ну, возьмите меня. Я говорю, давай. Скажи, как? Слушай, я говорю, вот смотри, голый. У тебя был шанс? Восемь. Восемь. Иди сюда и подстришься. Я ради тебя пришла сюда, говорю. Пол восьмого. Не пришла даже к восьме. Пришла пол восьмого. А ты мне говоришь, говорю, это. Простите, извините, подстрибите. Сейчас было время. Я на тебя выкинула время. И, дядя, ты говоришь, что все пол девятого восьмого. Все, без западем, я тебе сказал, мужик был, выходи. Пусть мы. А он мне говорит, да я думала, вы только пришли. Я думаю, что нам в лохца написано было. Если я тебя записываю, говорю, на восемь. Ну, я его предупредила, что я приду пол восьмого. Если что, подходите пораньше. Ну, думаю, раз им вауну надо было. Ага, блядь. Я ему говорю, вот видишь, говорю, ты штаны носишь. Я говорю, штаны. Говорю, я их достойно ношу, а тебе их надо снять. И тот клиент заходит, а я вот в момент говорю, дикант говорит. Бля, эта баба никогда не шутит. Нет, это он мне говорит, ну, давайте в другое, любое время. А я ему говорю, мужик мой, говорю, смотри, ты что хочешь? Я тебе уже полчаса своей жизни потратила на тебя. Я на тебя записала, я пришла, блядь, я сидела, тебя ждала. Ты не пришел, ты что хочешь сказать, что я еще полчаса своей жизни на тебя потрачу? Ты что, говорю, долбоеб? Пиздец, говорю, я просто, говорю, таких не понимаю. И ему, говорю, прям при Дихане. Дихан, дочек, короче, пацан. На, здесь это, вот. Я ему говорю, сними штаны, надень юбку и ходи. Как станешь мужиком, приходи. Он вышла, блядь, себе, я тут взяла, видите, там, на коль, блядь. То есть сейчас это, как тебе сказать, люди, блядь, тоже это, за слова, блядь, мужиков мало осталось. И из-за этого, наверное, блядь, ну вот, глядя на таких, я не хочу замуж. На, хуй надо, блядь. И Саи сказала, не в кругом, блядь, рано. Тридцатка, блядь. Тридцатка, за кругом. Пошел. Сейчас я тебе что-нибудь отрежу, поздно уже. У нее карьера, она должна думать о карьере. Квартира сейчас у нее своя, машина своя, с салона взятая с нуля. Пусть думает о карьере, зачем? Есть люди, которые предназначены для семьи. А есть люди назначены для битвы, или для карьеры. Кто сделает карьеру, успеет родить, успеет все.